Добрый день! Сегодня 25 августа 2021 года. У меня август становится поминальным месяцем. 20-го я отмечаю день рождения мужа, 2-го. А 24-го мы с дочерью будем поминать её отца. Когда ковид начинался, многие-многие, и у меня на канале в том числе, задавали вопрос, а среди ваших есть кто-то из знакомых, который заболел? Практически никто таковых не находил. И я помню, что мой брат, собираясь в Питер, где, конечно, более опасно на тот момент было, чем в рабочем посёлке Саргатка Омской области, он похохотал и сказал мне, что ой, тут такой ажиотаж, всех, кто умер, всем пишут, что ковид. Вот теперь я могу называть людей, которые умерли от ковида, и среди них мой первый муж. Его памяти я и хочу посвятить этот наш разговор. Он сражался с ковидом целых 6 недель. Все 6 недель пробыл в реанимации. И две, наверное, недели назад мы с вами вместе молились за его здоровье. Наталья предложила мне услугу, кто-то оказывает по трем монастырям, чтобы прошёл там какой-то молящийся мужчина. И за его здоровье помолился. Мы цеплялись за каждую соломинку. И примерно дня 4 назад мне ребёнок, она так держала меня в курсе событий, мне ребёнок рассказала о том, что ему очень тяжело, всё так же тяжело. То есть они по-другому не диагностировали, как стабильно тяжёлое. Стабильно тяжёлое, но давали надежду. Даже когда его подключали к ИВЛ, они говорили 50 на 50. Может умереть, а может выкарабкаться. И вот дня 4 назад она мне сказала, что сестрички за ним хорошо очень ходят. Они его поворачивают с одного бока на другой, подкладывают валики, чтобы он на боку лежал, а не только на спине. И он старается им помочь, и он не понимает, что он не помогает. А я же вот всего 2 года 4 месяца прошла. Все эти этапы ухода моего супруга, и я чётко помню. На сегодняшний день помню чётко, и вряд ли когда-то забуду, что женщина не смог мне помогать его перевернуть. Вот дня за 3, наверное, до ухода. И вчера утром встаю, я стала и пораньше ложиться, и подольше спать. И утром я иду сначала к компьютеру, к большому, к стационарному, читаю ваши комментарии. Если надо, подготавливаю следующий ролик к публикации, масочку накладываю, а потом уже иду к телефону в другую комнату. И вот там это сообщение, что ушёл, хотя врачи говорили, что он борец, что ему очень хочется выкарабкаться, чтобы увидеть внучку. И он рассказывал, вы не представляете, какая у меня красивая внучка. У него была возможность эту внучку посмотреть, потому что Юляшка предложила ему начинать оформлять визу, как только узнала, что забеременела. Она знала, что это определённое время займёт, и она готова оплатить и расходы по визе, и билеты ему, лишь бы он приехал и посмотрел вот свою пока первую и единственную внучечку. И я думаю, что даже, может быть, он и смог здесь остаться, потому что она у нас родилась в апреле прошлого года, когда ковид вот в этой стране начинался, и когда начинались закрываться границы. То есть могло сложиться всё по-другому. Мог приехать сюда, и могли здесь для него оформить вид на жительство и спокойненько бы наслаждался красотой и природой. Но сложилось так, как сложилось, и я хочу немножечко вам рассказать, кто такой был. Страшное слово был. Кто такой был? Владимир Владимирович Новгородцев, мой первый супруг. Я увидела его впервые, когда училась в восьмом классе в Уаллобетинской школе. К нам прислали нового директора школы, его маму. Я не знала, что у неё есть ребёнок. Я уже видела директора на линейке, естественно. А когда шла по коридору, вот сразу же после первой линейки, увидела этого мальчика. Высокий, голубоглазый, черноволосый. Вот такое шикарное сочетание. Голубые глаза и чёрные-чёрные волосы. И статный такой, статный, высокий. Он на голову был выше своих одноклассников в то время. Он всегда был высокий. Для России он высокий, да. Метр восемьдесят два. И метр восемьдесят два сына. И метр восемьдесят два был в Женча тоже. Такие высокие статные мальчики. Я на него внимание обратила, но узнала, что он не в наш класс пришёл, несмотря на такой высокий рост. Он шёл следом. В седьмой тогда класс. Ну, малой и малой, несмотря на то, что высокий такой. Мы как-то пересекались по общественным делам. Но он не был большим активистом. Единственное, где он не запомнился из школьных лет, это он играл в драматическом кружке. И там уже по сцене перед нашими колхозниками он там с автоматом по этой сцене рассекал. У меня, кстати, где-то есть фотография, когда он, будучи офицером, тоже на сцене выступает. А я вот так вот на него смотрю. Там меня кто-то снял, когда я буквально всё внимание на сцену, потому что там мой муж. Мы учились потом ещё год вместе в старших классах, потому что в нашей школе на тот момент было только восьмилетка. То есть, когда я была в десятом, он пришёл в девятый. Опять же, мальчик младший. То есть, я внимания вообще на мальчиков тогда не обращала. Но дружила с мальчиком, со своим Женей Кузнецовым. Джеймс Смитс, это тоже Женя Кузнецов, я вам про это рассказывала. Просто потому что, ну, все же остальные дружат, и мне надо. Мне хватало общественной работы, мне хватало моих любимых книг и учёбы. Я очень любила индивидуальные выступления, когда сам готовишься, вот по какому-то вопросу перед классом выступаешь. Не до мальчиков вообще, тем более для тех, которые младше. Обратила внимание уже в институте, и никогда бы, наверное, не обратила. Я его знала вот таким вот пацаном. Ну, мы в один институт поступили. Мы все приезжали на выходные домой, и я с подружкой, с Олей Сидоровой, она привезла тогда свою однокурсницу, она поступила в музыкальное училище, а мы там в институте. И он очень высокомерно с этой девочкой поговорил, с таким пренебрежением, что что там училище-то? Вот я-то вот такой вот крутой. Мне обидно стало за эту девочку, я его не стала ставить на место в этот вечер. А девчонкам сказала, он за мной будет бегать, как хвостик. Вот он за мной, как хвостик, и бегал. Тем более, что перед этим как-то, вот мы спускаемся вместе, случайно попали, спускаемся в подземный переход. Я говорю, Новгородцев, у тебя такая фамилия красивая. Он говорит, постарайся, у тебя такая же будет. Думаю, о, парень, тебя девчонки-то тут исполовали с твоей неземной красотой. Ну и вот этот случай с девочкой, я им сказала, няне, он за мной будет бегать по пятам, пока не надоест мне, что он за мной бегает. А на тот момент я была очень успешная у мальчиков-леди, и я вам рассказывала, меня почему-то без конца сватали. Мы тогда ни с кем не спали, а мальчишкам уже пора было сексом заниматься, и единственный способ тогда секс получить, это жениться. Я вам рассказывала где-то в каком-то ролике. То есть иногда месяц погружат, иногда даже меньше, и вот выходи ты за меня замуж. То есть я уже знала свою силу над мужчинами, и знала, как я себя поведу, чтобы он за мной бегал. Он бегал, но он, наверное, тоже понимал, что он меня на год и семь месяцев младше. Он был вхож в наш дом, тогда было модно вот эти магнитофоны приносить. Вот с этим магнитофоном у меня была своя комната отдельная, мы там беседовали, целовались. А он меня замуж не зовет. И три месяца не зовет, и шесть месяцев не зовет. Месяцев восемь, наверное, не зовет. Что-то сбилось, и у меня была такая установка, что я пойду замуж в двадцать восемь лет. Где-то вычитала у каких-то психологов, что до двадцати восьми лет женщина выбирает сама, а после двадцати восьми, Россия, матушка, а после двадцати восьми только ее. Я вот в шестьдесят один год сама выбирала. Не верите никаким психологам? Если вы верите, что вы востребованная женщина, то вы в любом возрасте найдете достойного вас мужчину. Ну и что? И давай я его замуж звать. Я не хочу сказать, что я сама ему делала предложение, но я ему объясняла, что у нас далеко заходит уже отношение. В постели не будет до свадьбы. Так что пора жениться. И пришли его шикарные родители. Мама была директором школы, я уже сказала. Ее перевели в нашу школу исключительно из-за того, что пришел новый парторг ее муж. То есть ей же не нужно было рабочее место. А у нее было высшее образование. Тогда в восьмилеточках еще мало у кого из учителей было высшее образование. А тут раз человек с высшим образованием, у нее была первая позиция директорская именно у нас. И я вам рассказывала, что ее потом уволили, потому что девочка-семиклассница забеременела. И тогда за это увольняли. Вот шикарная семья. Высокий, красивый отец блондин, голубоглазый. У матери волосы, как воронье крыло. Красивая, статная женщина моя, директорица, которую я очень уважала. То есть она меня знала. Она мне целый год преподавала. Она меня знала. И я не знаю, какой у них разговор произошел. Может быть, зная меня, решили, что с этой не пропадет. Пойдемте свататься. Свадьба у нас была 5 октября. Начало осени еще практически. Забеременела я через полгода после свадьбы. На первые полгода мне подарили таблетки противозачаточные. Это был шикарный подарок. И потом я не сумела достать. Я еще в то время не умела доставать. Сейчас бы я из-под земли все там достала. Даже не сейчас, а лет в 30 уже я всему научилась. А тогда вот закончились таблетки, и все, и сразу же я забеременела. И чтобы родить сыночку, мы поехали к родителям, к тем и к другим. Они жили в одной деревне. Мы были соседи с одной улицы. Там между нами было буквально дома 4, наверное, и кочегарка. И поехали спрашивать, если они будут помогать нам с ребенком, то мы будем его рожать. Потому что я очень хотела закончить институт. И понимала, что если не будет поддержки от родителей, то я могу этого не сделать. Тяжело быть и матерью, и студенткой. И он был шикарным отцом. Он был шикарным отцом. Вот ребенок мой очень сейчас страдает, потому что выросли дети в семье, где царила любовь, взаимопонимание, где ни разу никто ни на кого не заматерился, где ни разу никто ни на кого не сорвался кричать и оскорблять. Я бы, наверное, про это не говорила, если бы недавно я не услышала разговор девочки с мамой, где она позволила себе дважды мат использовать. А я знаю, что она тоже выросла в семье, в которой не матерились, в которой была любовь. Ну, хочется обвинять родителей во всех своих не только неудачах. Там нельзя назвать девочку, что у нее жизнь не удалась. А, наверное, просто в плохом настроении. Мама виновата, мама не додала. Вот такие у нее плохие качества. Я не могу сказать, что мы что-то не додали детям. Потому что в то время, когда я моталась с сумками, мы с сумками ездили, забыла, у меня ролик про это есть. Слова теряются, слова теряются. Я его смело оставляла на детей. Кто-то тут недавно написал, что вы вот хвалите американских мужчин за то, что женщины их воспитали, а вы-то своего не воспитали. Позвольте с вами не согласиться. Потому что я помню, что мы начали только жить вместе. И в первый наш приезд, а мы ездили часто в деревню. Оба родителей мы сумки оттуда привозили. Это было большое подспорье. Мы то у одних ночевали, то у других ночевали. По очереди, рядышком там. И он матери своей объяснял, на кухне должно быть два полотенца. Вот одно для еды и посуды, а второе для рук. То есть я его сделала лучшим уже в первую неделю. Получив такого шикарного любимого мужчину в своё полное владение. И он умел и приготовить, и убрать, и помыть. И не только посуду, и не только пол, но и окна, и двери, и всё на свете. Нам первый год не дали общежития студенческого. Всегда давали, а вот именно на нас прекратилась эта практика. И мы с ним устроились. Я не знаю, почему мы не сняли квартиру. У нас была возможность снять квартиру. Даже хотя бы на те деньги, которые нам подарили на свадьбу. Нам очень много подарили. Что тысячи четыре, наверное. Не помню уже, может, четыре с половиной. Потому что мой отец тысячу прислал. Отчим сказал, мы подарим больше. Мы дадим тысячу деньгами. А пятьсот облигациями. И тогда были облигации. Родители его взвыли. Сказали, мы столько не можем. Но тысячу только наскребли. То есть три с половиной только родителей дали. Плюс там гостей всё равно мы позвали. Хотя свадьба у нас была скромная. Я была ошибка современная. Я сказала, мы не хотим свадьбу. Мы хотим свадебное путешествие. Но родителям обязательно надо было кого-то позвать. Тем более, что у отца у его была такая позиция. Человек двадцать, может, двадцать пять всё равно было. Но гуляли один-единственный вечер. Это я к чему? А, что на эти деньги мы могли бы снять квартиру? Квартира стоила тридцать рублей в месяц. Двадцать пять можно было найти. То есть триста всего рублей, там, триста шестьдесят за год. Но мы могли себе это позволить. Но мы почему-то пошли работать воспитателями. В общежитии строительные институт заканчивался там в два, наверное, с небольшим. А в четыре мы заступали в качестве воспитателей в общежитии. И мы там мыли стены. Когда дети на каникулах, не дети мыли. Воспитатели мыли стены. И он тогда понял, что ой-ой-ой, какой-то огромный женский труд. То есть он мне всегда очень хорошо помогал. И никто на него не смог бы пожаловаться, что он чего-то не умеет или не хочет делать.